Всем привет! Это свежие новости с дурки на канале Смотрим с Прагиной. Вика, как свободная девушка, от которой отказался Антон Шоки, присматривается к другим парням на проекте. А Шоки рассказал, что когда-то он очень любил Комиссарову и после расставания с ней был готов свести счеты с жизнью. Причем не где-либо, а в прямом эфире Инстаграм. К счастью, он вовремя одумался. Безус пишет, что никогда больше не сойдется с Миленой Безбородовой. У него совсем не осталось к ней чувств. А Милена тем временем гуляет по ночной Москве с подругами, занялась своей внешностью, причесалась, нарастилась. Также девушка начала избавляться от татуировок, посвященных Алексею. Этот длительный процесс он займет около 10 месяцев. Милена обещает никогда больше не набивать никаких имен, кроме имен своих детей. Так сильно унижаться она больше не хочет. Милена рассказала, что Алексей совсем перестал общаться со своей бывшей девушкой Леной и дочкой Мией. Получилось так, что сейчас Безбородова переписывается с Леной. Аганисян настойчиво предлагает Саше в ближайшее время стать родителями. Чего тянуть, говорит Аганисян, возраст уже не маленький. Мало ли что случится со мной. Строкова неоправданно ревнует Сахнова к новенькой Нелли. А Даня всего лишь хочет помочь девушке найти парня. Помочь ей устроить кастинг. Строкова, кстати, мечтает стать ведущей. Сахнов рассказал, что он не раз предлагал Тане уйти, но она отказывалась. Говорила, что хочет разбиваться именно на проекте. Как думаете, получится ли Строкова и хорошая телеведущая? Орлова и Бородина получили премию от одного популярного журнала, название которого я слышу в первый раз, как самые стильные телеведущие. Ольга Бузова осталась в пролете. А Бузова в последнее время выглядит все хуже и хуже. Женщина всю себя отдает работе и творчеству. Африкантовы и Капаклы провели выходные в загородном доме отдыха. Мы кайфанули, пишет Рома, отдохнули и душой, и телом. Ларченко рассказала правду о расставании с Ебаровым. На самом деле она Илью не бросала. Просто Илье очень не хотелось уходить с проекта. И он решил использовать тему Алены Рапунцель, своего сына. Все это показуха, лишь бы вернуться к кормушке. Андрей Черкасов опубликовал фотографию дружной команды, которая снимает новое шоу на Сейшелах. Ничего себе, сколько народа кормится за счет дурки, пишут в комментах. Черкасов, получается, тоже стал ведущим этого проекта. Надя Ермакова жалуется, что сильно устала, хочет в отпуск. Когда жить до него, она даже не представляет. В комментах пишут, еще бы, это столько дебилов надо отсмотреть, и из них выбрать самых лучших для проекта. У Насти Болинской сломалось помолвочное кольцо. Она очень из-за этого переживает, это плохой знак. Сладкая парочка, гуси, гагарочка, снова стали героями передачи на самом деле. А тема была и брачный сын Антона, который после проверки все-таки оказался не его ребенком. Женя Феофилактова, видимо, устала терпеть выходки бывшего, и она сменила фамилию ребенку в его аккаунте в Инстаграм на Феофилактов. А это новый кавалер Таты Абрамсон. Она уже вернулась в Москву и засветилась в его компании. Мужчина состоятелен, правда, внешне не очень привлекателен. Рапунцель и Дмитренко отправились в отпуск. Дима не хотел ехать вместе с семьей, но, видимо, в последний момент изменил свое решение. Две ближайшие недели супруги будут отдыхать недалеко от Москвы, в загородном пансионате. Рома Гриценко сменил имидж. В сети пишут, стал выглядеть как неотесанный бомж. Но дела у Ромы вовсе даже неплохи. Он отдыхает где-то в теплых краях, и у него завелась новая подружка с шикарными формами. Вика Боня устроила спектакль на набережной в Каннах. Она приехала на Каннский кинофестиваль, попыпендриваться в своих лучших традициях. Вика облачилась в роскошное розовое платье с длинным шлейфом и прошлась по набережной в сопровождении 30 мускулистых парней-охранников. Боня пишет, что ее завалили комплиментами. Все ее фотографировали, людей просто невозможно было растолкать. В сети появилась фотография Менщикова. Его внешний вид расстроил поклонников. Сейчас он находится в Сочи и перебивается заработками в местных забегаловках. Из лавеласа, пишут в журнале «Собеседник», он превратился в настоящего старика. Плохо стало выглядеть и Саша Артемова. Но тут все понятно, беременность красит не всех. Артемова жалуется на высокое давление. Недавно она угодила в больницу. У нее был скачок давления на 140. Саше прописали таблетки и поставили капельницы. Все обошлось. Также Саша не спит по ночам. Оказывается, она любит ходить ночью в супермаркет. В магазине она может провести до полутора часов. Артемова старается покупать продукты без вредных добавок. Конечно же, свеженькие и по скидкам. Кристина Ослина опубликовала первые фотографии с девичника. Она вместе с тремя подружками прогулялась по набережной. Среди подружек и Дарина Маркина, другая бывшая участница проекта. Белое платье Ослины было рекламным. Как и фотограф, оператор, как и красный лимузин, в котором покатались и пофотографировались девушки. Надо отдать должное профессионалам. Картинки с девичника получились яркими и эффектными. Теперь будем ждать от Кристины и Андрея не менее эффектную свадьбу, которая состоится совсем скоро, 1 июня. Катя Колесниченко рассказала, почему она совсем не боится родов. Во-первых, рожать она намеренно с эпидуралкой. Также Катя не будет кормить новорожденного малыша материнским молоком. Она сразу же выпьет таблетку, чтобы нигде не болело. А малыша же с самого начала будут кормить смесями. Ну понятно, почему. Колесниченко же фотомодель. Она не хочет терять форму и не хочет зависеть от кормлений. Также Катя не боится, потому что у неё большой операционный опыт. Кто сделал 5 пластических операций, тот рожать уже не боится. А она делала себе бюст, ринопластику и целых 3 раза повторяла липофилинг. Пересаживала жир с места на место. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе. Субтитры сделал DimaTorzok